Ежегодно 17 ноября свой профессиональный праздник отмечает участковые уполномоченные полиции. В России первые участковые появились в 1923 году, тогда Народный комиссариат официально утвердил специальный документ инструкции участковому надзирателю. Это и послужило толчком к созданию института участковых в российской полиции. На сегодняшний день в Туапсинском районе осуществляют службу более 25 участковых. Мы провели несколько часов с одним из них в Новомихайловском поселении и узнали, из чего складываются рабочие будни блюстителя порядка. Обычный пункт полиции. Здесь работают участковые, каких в Новомихайловском поселении всего четыре. Начинается день участкового с 8 утра с утреннего развода, где личному составу ставятся задачи и доводятся ориентировки. Мало того, что должны знать все участковые, так же и участковые должны знать всех. Всех своих жуликов, всех своих преступников, всех наркоманов, домкомов. Это большая работа и, естественно, не делается за один день. Не знаете, мне кажется, у участкового надо быть по призванию. Направо. Не ставьте себе судьбу, разойтись. Немногие знают, что у участкового более сотни обязанностей. От охраны общественного порядка до содействия в раскрытии преступления. Это и психолог, и юрист, где-то медик, так же человек, умеющий дать отпор. Сегодня участковый – это, можно сказать, универсальный солдат. Как участковый знает своих граждан, так и работа у него сложится. Плохо знает, плохо работа сложится. Потому что мы работаем как одно целое, как одно звено. В должности участкового Денис Барбаков чуть больше года. Именно с ним мы отправляемся на обход его административного участка. У него под присмотром территория в десятки домов. Это население почти 7 тысяч человек. Большинство жителей Дениса знает лично. Кроме того, у каждого есть номер телефона, по которому в любое время дня и ночи можно обратиться к нему за помощью. Очень хороший парень, работает замечательно. Когда они обращаются, он всегда мне что-то объяснит, поможет, расскажет. Так что нормально, он работу свою выполняет. Часто на Морской у нас там был. Без участкового никак. Мы же к нему обращаемся по каким-то самым вопросам. Кому еще граждане могут обратиться, не только с проблемой жалобой, но и с личной просьбой. В первую очередь, это второй микрорайон, непосредственно по поселку Новомихайловскому. Как правило, участковые в курсе всех событий, происходящих на закрепленных территориях. Разбираются с шумными соседями, проводится профилактическая работа, встречаются и сложные дела, но, как говорит Денис, чаще всего слово и убеждение – лучшее оружие. Наш участковый, как оказалось, желанный посетитель в домах граждан. Его умение хорошо контактировать с жителями помогает в разрешении бытовых и других проблем. У него, во-первых, и район сложный, так получилось. Это второй микрорайон, довольно-таки сложный участок, много там живет под учетного элемента, с которым нужно работать. Ну, вообще-то, ко мне, вот, например, приходили сколько раз участковые, что и все наказывали. Будьте внимательны, двери лишний раз не открывайте. Я доволен. Большое спасибо. Сегодня на закрепленной территории нашего участкового все тихо и спокойно. Но это не значит, что рабочее время заканчивается. Ежедневно участковым ведется документация и прием граждан. Ведь любой поступающий вопрос не должен остаться без внимания. Сообщив своевременно о проблеме в полицию, можно спасти свою или чью-то жизнь. Ну да, были случаи, обращения, все было решено хорошо. Мне приходилось обращаться очень хорошо, да. Я довольна. И поздравляю с праздничком всех участковых нашей страны. Без участкового нельзя, всю жизнь было. И должны быть. Только надо, чтобы их люди видели и знали. Ну а как без него? Ну уж он, конечно. Для чего? Ну как, для чего? Для порядка следить. Вот нам, например, приходил участковый, спрашивал, кто живет, как живет, прописаны ли. Успехов в своей работе, на службе, поменьше происшествий, чтобы все было тихо и спокойно. Было приятно работать, занимать то место, которое, скажем так, доверено государству. Примерив на себе форму полицейского, хоть и образно, становится понятно, насколько сложная и ответственная работа участкового. Детская мечта Дениса стать полицейским сбылась. И несмотря на трудности, он с удовольствием несет службу и гордится своей профессией. Еще учащийся в школе, я изначально обращал внимание на сотрудников полиции. Мне нравилось, хотелось мне быть, я мечтал стать действителем закона, чтобы помогать гражданам. Я горжусь своей профессией.